Здравствуйте! Все вы слышали о пяти стадиях принятия проблемы. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Некоторые даже знают, что это называется моделью Тюблера-Росса. Модель рассчитана на психологическое поведение умирающих людей. Но самое интересное, что именно такое же решение, такие же стадии мы используем не только при умирании, но и при любой проблеме, и даже при победе, при достижении цели. Какие процессы в головном мозге определяют именно такое направление движения? Как наша нервная система обусловила именно такие психологические способы? Это канал «Аппаратная психотерапия», я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Дело в том, что наша нервная система работает на электричестве. Ну, вот так получилось. Количество электричества, поступающего в мозг, и определяет, насколько мы энергичны, насколько мы сильны, насколько мы счастливы. Ведь эмоции – это, по сути, индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Больше никаких функций эмоций не несут. И когда у нас возникает проблема, сначала мы ее отрицаем, потом мы начинаем сердиться. Почему? Да потому что именно вот эти вот этапы эмоций и есть вот на вот этой граффити поступления тока. Если тока совсем мало, мы в депрессии. Мы не хотим ни думать, ни действовать, ни разговаривать, ни жить. Чуть-чуть больше мы начинаем испытывать горе, потом тревогу, потом раздражение, потом гнев, ярость, потом спокойствие и счастье. И все именно вот в этой последовательности. Нельзя перескочить. Можно с разной скоростью пройти этот путь, но этот путь будет всегда один и тот же. Потому что этот путь определяется количеством тока, поступающего в нервную систему. И когда мы видим какую-то проблему, какая бы она ни была, это значит, что мы испытываем дискомфорт от этой проблемы. Она является тридером, запускающим наши рефлексы, содержащие боль. Именно боль мы не хотим испытывать. Поэтому, когда мы говорим отрицание, это сначала я не хочу, я не люблю, мне не нравится. Проблемы не существует, я просто не хочу. Я не хочу испытывать боль. Именно ее. А все эти триггеры, пусковые механизмы, существующие во внешнем мире, они не имеют в принципе никакого значения. Не был бы этот триггер, значит, был бы другой. Определяющим является существование у нас этого рефлекса, содержащего боль. Если же триггер продолжает, назовем его проблемой, да, проблема продолжает существовать, то боль усиливается. Боль, там механизм такой, что она увеличивается по... Как снежный ком, постепенно-постепенно увеличивается. Это счастье, оно всегда полное. А боль, она может увеличиться. То есть сначала мы отрицаем, потом мы доходим до уровня гнева, ярости, да, эмоционального уровня. То есть количество тока уже стало настолько мало, что для того, чтобы жить, мы вынуждены, вынуждены испытывать гнев. И мы гневаемся на эту проблему. Это нам так кажется. Мы гневаемся на эту боль. Но проблема продолжает на нас давить. Количество импульсов продолжает уменьшаться. И тогда мы уже начинаем тревожиться на эту тему. Мы уже не можем сердиться. И мы пытаемся... Нас это тревожит, нас это как-то раздражает. Мы пытаемся как-то сторговаться. Ну, может быть, как-нибудь мы от этого отойдем. Но, опять же, это говорит именно об уровне эмоций. И следующий уровень депрессия. Это значит, что количество электрического тока, поступающего в мозг, стало настолько маленьким. Эта проблема настолько сильно вызывает у нас дискомфорт физический, наши вегетативные нарушения. К тому же просто не можем бороться. Мы принимаем проблему, но мы принимаем ее не потому, что мы с ней согласились, а потому что у нас нет сил ее изменить. То есть очень простой механизм получился. И это зависит от того, что именно так проходит электрический ток. А можно ли как-то увеличить количество электрического тока? Если вы эту проблему будете пытаться решать через силу, ну, раз, два, три, вы ее решите. Но вы все равно придете к тому, что вы будете от нее отказываться. Почему? Да потому что этот тридер вызывает у вас боль. И вы все равно не будете, если несколько раз через боль вы можете пройти, опять же, если эта боль не так сильна, чтобы вы от нее убегали совсем. Вы можете через боль что-то сделать, но все равно вы будете делать и вы будете испытывать тогда уже раздражение. Даже если вы будете делать постепенно, постепенно, вы будете через эту проблему решать каждый раз через боль, вы все равно уйдете в ту же самую стадию, ту же самую фазу в депрессию. Стадию принятия я не считаю отдельной. То, что я уже сказал, это не принятие, это поражение. Это просто отсутствие энергии с этим как-то бороться. А как же с этим можно справиться, не насилуя себя, не делая себя больным человеком? Разрешите вам представить метод аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Этот метод исходно создавался для восстановления нормальной проводимости нервных путей, для уменьшения сопротивления между нейронами и, соответственно, для того, чтобы количество тока, поступающего в мозг, было огромным, максимально возможным по этим путям. И тогда боль, она просто перестанет быть нужной. Ведь, по сути, боль — это дополнительный, альтернативный источник энергии, который мы формируем в себе для того, чтобы в мозг все-таки что-то, что-то, какое-то количество электричества продавить. Если же в мозг идет много электричества, то необходимость боли исчезает. Как это делается? Вы просто надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. Через очень короткое время вы замечаете, что проблема перестала вас волновать. Сначала она будет волновать вас в меньшей степени. И очень быстро она станет для вас безразличной, вообще безразличной, полностью. С точки зрения классической психотерапии и психологии вы решили проблему. Но аппаратная психотерапия способна дать вам намного больше. Аппаратная психотерапия способна увеличить количество электрического тока до максимума. То есть сделать вас счастливым человеком. И вы от этого триггера будете испытывать не проблему, вы будете видеть в ней только задачу, решение которой будет вызывать у вас счастье. Эта задача будет для вас, вы будете называть ее вызовом, чем угодно, но вы будете с радостью решать эту задачу. Вы скажете, да такого быть не может. Что это за волшебные такие звуки? Что это за музыка такая? Это не музыка. Вы будете воспринимать ее как гудение. Не хочу с вами спорить, работает, не работает. Приходите на сайт. Пять дней после регистрации вы получаете абсолютно бесплатно. Для того, чтобы вы проверили, что это действительно работает. Спойлер. Если вы будете выполнять инструкцию, это работает. Вы получите тот результат, который я вам обещаю. Если не будете выполнять инструкцию, то и бог с ним, с этим методом. Ищите свой путь достижения счастья. Свой путь решения проблем, которые встают в вашей жизни. Появляются в вашей жизни. Мешают в вашей жизни. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Изменяйте свою жизнь к лучшему. Подписывайтесь на канал. Узнавайте, как вы еще можете изменить свою жизнь. И как аппаратная психотерапия может вам в этом помочь. Делитесь этим видео со своими друзьями. Может быть им тоже захочется жить, не испытывая проблем. А видя только задачи, решать которые им приятно. Решать которые доставляет им удовольствие. Будьте здоровы. Будьте счастливы. Живите без проблем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова